197 миллионов рублей в государственную казну. Отдел Федеральной службы судебных приставов по Ненецкому округу подводит итоги работы за первое полугодие. На коллегии сотрудники ведомства рассказали о значимых результатах своей работы. Оптимизация численности работников, увеличение количества производственных дел с 10,5 до 11,5 тысяч. В первом полугодии в службе судебных приставов произошел ряд значимых изменений. Ведомство полностью перешло на электронный документооборот с одним из банков. Ведется работа с еще одним. Однако основной показатель работы отдела – количество оконченных производств. В первом полугодии удалось закончить почти 35% всех дел. Окружной отдел стал седьмым среди регионов России по этому показателю. Второй задачей является обеспечение положительной динамики взыскания сумм. И если в 2014 году судебными приставами и исполнителями взыскано более 205 миллионов рублей вместе с частично взысканной суммой, то в 2015 году уже взыскано почти 354. Также на прошедшей коллегии Федеральной службы в Москве отдел по Ненецкому округу признали лучшим по взысканию налоговых платежей. Особое внимание ведомство уделяет работе по взысканию заработной платы, страховых взносов, коммунальных платежей, административных штрафов и алиментов. Так, за шесть месяцев отдел возбудил 17 уголовных дел в отношении злостных неплательщиков алиментов. Некоторые родители попадают под уголовные дела повторно. Основной проблемой ведения исполнительных производств в взыскании алиментов является то, что лица, не выплачивающие средства на содержание несовершеннолетних детей, часто являются представителями социально неблагополучных слоев населения, с которых произвести взыскание практически невозможно. Указанная категория должников не только не принимает мер к погашению задолженности по алиментам к трудоустройству, но и безразличны к санкциям, принятым в отношении них, в том числе к уголовному преследованию. Такие дела, говорят сотрудники федеральной службы, не сдвигаются с мёртвой точки по несколько лет. Тем не менее, представитель прокуратуры посоветовал активизировать работу в этом направлении. Валентина Чебичик, Роман Делимарский, Телеканал «Север».